Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорт расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Интересно будет. Обещаю. Керлинг возник в Шотландии в начале 16 века. С тех далеких времен сохранился спортивный снаряд – камень, на поверхности которого выбита дата изготовления – 1511 год. Первые летописные упоминания о керлинге встречаются в средневековых монастырских книгах. Как шотландская игра попала в Самару и кто в нее играет, мастеру спорта расскажет тренер сборной команды Самарской области по керлингу Валентин Усенко. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, какие последние соревнования проходили у нас в Самарской области или куда-то вы ездили? В Самарской области у нас проходил чемпионат Самарской области, а вот недавно команды вернулись с Кубка Федерации. Это приравнены к чемпионату России по керлингу среди женских и мужских команд. Город Дмитров – это Подмосковье. Там хороший каток. У них отдельный лед, профессиональный, свой. Единственное, это находится в общем комплексе и с фигуристами, и с хоккеистами. Но отдельный лед, свои трибуны, места для судей. То есть там отдельно, там очень хороший. Это является одной из баз подготовки сборной. А разница есть? Потому что привыкли на хоккейной площадке с минимальной разметкой, тут раз на настоящей площадке по керлингу. Вы знаете, не разметка, конечно, тут влияет. Сильно влияет сам лед. Он совершенно другой. Он более гладкий, он профессионально подготовленный, потому что льды готовятся у хоккеистов, фигуристов и у керлингистов. Вообще разная подготовка льда. И там совершенно другой лед, там другие скорости камня, другие выкаты сил и толчков. СВИП это за счет щеток. Увеличиваем скорость камня или корректируем его движение. Поэтому там, конечно, лед для нас был совершенно другой. Вам дали хотя бы почувствовать разминку какую-то? Или сразу в бой приехали, сразу играть? Нет, ну конечно, там мы приехали, во-первых, у нас была своя тренировка, то есть мы провели, была официальная тренировка. И потом после чего начались соревнования. В Самаре мы, конечно, готовились, мы знали тот лед, уже были у нас там старты. И пытались подготовиться, насколько возможно, самарскому льду для вот этого профессионального льда. Как выступили, кого можно отметить в команде? Выступили, не удалось нам выйти из группы. Единственное, конечно, нас отметили буквально все участники соревнований, поскольку они уже давно это делают, у них всего лишь полтора года, вот, они отметили наше такое высокое движение вперед. Ну, на спортивном языке, можно так сказать, покусались со всеми командами, то есть потрепали нервы сопернику, хотя они занимаются давно. Но не хватило нам опыта соревновательного, чтобы вот выиграть и выйти из группы, чтобы пробиться уже там в финалы. А какое место в группе заняли? В группе мы заняли третье место. Из? Скольки команд? Там четыре команды, все. Там вообще 16 команд в каждом разряде, они делятся на это. А итоговый будет у нас, то есть мы же там имеем значение постановочные камни, имеют значение там, как играли у команды по ходу всего турнира. То есть и будет итоговое место, оно будет зависеть вот от этих вот критериев. Ну вот расскажите, как вообще формировалась команда? Вы уже сказали полтора года команде, с чего все начиналось и в каком состоянии сейчас? Начиналось, конечно, все тяжело. Самое главное, был инвентарь, точнее не было инвентаря, нам Федерация Российская помогла с инвентарем. А что туда входит? Камни. Сколько нужно вообще? Ну вот один комплект, он состоит из 16 штук. 16 камней? Да, 16 камней, то есть по 8 для каждой команды. Нам предоставили два комплекта. Вот. Министерство спорта Самарской области нам пошло навстречу, нам помогли, лед обеспечило нас льдом для тренировок. Вот. И как бы с этого мы начали вот двигаться вперед потихоньку, понемножку, тренируясь сами, тренируя детей. Вот. За первый сезон мы откатали, конечно, результаты были, то есть мы даже не оказывали сопротивления. Сейчас мы все-таки, вот, как я уже сказал, подняли немножко уровень, и команды это отметили, что вот мы можем оказывать это сопротивление достойно. В принципе, с нами стало интересно играть. Изначально, конечно, мы берем детей, их набираем. Возраст какой? От 9-10 лет. То есть тогда, когда ребенок уже может более осознанно все это делать, камень толкать. Камень 20 килограмм, 19-96, поэтому это нелегко. Вот. А потом дальше, как ребенок себя покажет. Дальше у нас существуют, конечно, отборы. Мы стараемся отбирать спортсменов, отбирать в соревновательном порядке, так же, как это делает общероссийская сборная. То есть устраивать между собой какие-то отборочные соревнования. Чемпионат Самарской области отчасти является. Но все-таки пока тренера стараются смотреть еще помимо этого на спортсменов. То есть не только на результат какого-то чемпионата, а собирать лучших из тех команд, которые играют. Но это принципы и общей сборной, так и российской. То есть такой же принцип. Вот мы придерживаемся этих критериев и здесь. У нас уже около 50 спортсменов. Значит, дальше сборная состоит. То есть мужская 4 человека и женская 4 человека. И то же самое у детей. А как попасть вообще в команду? Когда приходить? Куда? Сейчас занятия все идут в ипподром-арене. Приходить с тренировки четверг с 7 часов. В воскресенье с часу 30 из тренировки. Мы сейчас хотим потихоньку начинать развивать дисциплину. Вот, наверное, на следующий сезон будут развиваться дисциплины как миксд и дабл-миксд. То есть и у них мы будем проводить здесь чемпионаты. Так, поподробнее. Миксд, понятно, смешанные команды. Дабл-миксд это когда играет мужчина и женщина или мальчик-девочка. То есть вдвоем, только вдвоем. То есть сам кинул камень, сам его отсвеповываешь, трешь, замеряешь сам. То есть вот два человека играют. Дабл-миксд, она, кстати, это хотят ввести в олимпийский вид, пока не ввели. Но очень широко развито в России, широко развито, очень много команд играет. И мы потихоньку хотим тоже вклиниваться вот в эту борьбу. По перспективам, что можно сказать? Есть у нас потенциал? Вы уже сказали в начале передачи, да, что дали бои. Но в общем и в целом развитие какое? Вот вы видите в Самаре и Самарской области. Да, конечно. Сейчас думаю, что завяжется в то, что все-таки нужна профессиональная площадка, будет Самаре. Тогда мы будем больше шаги делать. Сейчас технически, теоретически, насколько возможно, мы готовим людей. Но все-таки площадка очень важна, потому что мы приезжаем на другой лед, и он сильно отличается. Нам, конечно, не дает возможности прям полноценно со всеми соревноваться. Потому что Москва, Питер, Сочи, естественно, Московская область, они все имеют площадки. Новосибирск, например, очень хороший, потому что им построили площадку буквально, по-моему, года два назад. И после этого Новосибирск, вот сейчас приезжая на соревнования, оказывает, ну, просто они стараются в первых рядах группах биться, выходить в финалы. То есть очень сильные команды стали. Ну, вот какой вам нужен ледовый дворец именно для вас? Сколько дорожек, да, правильно я называю? Дорожек сколько должно быть, да? Что еще необходимо для керлинга? Четыре дорожки, они, в принципе, это вот достаточно для тренировочных, может быть, для показательных соревнований, для проведения здесь каких-то мероприятий. Это вот достаточно. Ну, естественно, к ним комплект камней. Ну, раздевалки. Это все уже сопутствующее, то, что относится. Дворец какой-то, такого великого дворца не надо. Это достаточно, там, может быть, физкультурно-оздоровительный комплекс, то есть это небольшой. Ну, то есть, по примеру, хоккейной площадки, да, вот такого уровня. То есть просто вместо хоккейной площадки должна быть керлинга. Да, 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 дорожка у керлинга 45 метров на 5 метров. То есть их четыре размещения, это там 20, но между ними расстояние около 30 метров. 30 на 50 метров это вот размер поля, грубо говоря. Ну, вот, собственно говоря, все вокруг. Ну, уже обращались в министерство по этому вопросу? Да, Николай Иванович Меркушкин, сейчас было не так давно у него совещание, и высказали желание и возможность разместить в реконструкции на Молдогвардейской вот четыре игровых дорожки. Министерство спорта, вот они сейчас идут между собой переговоры, ну, адаптируют проект под это дело. Это был керлинг на телеканале Самара ГИС в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи.